друзья всем привет меня зовут мадьяр я из казахстана и неужели спустя 355 лет я записываю новый мукбанг ребят в общем вы меня строго не судите у меня короче для вас шок новости снимая в новой локации выстроил посмотрел чудо как если что-то не так не ругайте в комментариях окей окей в общем сразу извиняюсь за свой голос я простуженные но все-таки вышедший к вам человек так скажем у меня сегодня манты домашние огурчики помидорчики и кола в общем сейчас будем с вами есть общаться у меня для вас столько новостей я просто сам шоке меншок там он понимаешь я сегодня знаете не буду насчет времени там торопить себя в этом она умнал тоси-боси нет я сегодня буду спокойно не торопясь пусть у меня хоть мукбанг будет знаете там как санта-барбара нескончаемая все значит я сегодня такое серьезно настроены сегодня мужчина такой так все давайте есть что за звук это что за звук блаженства в общем вастане подсел на колу но не то что я вот знаете я уже проговорил со своей новость ну что ребят у меня для вас новости я переехал в астану кто не знает я всю свою сознательную жизнь прожил в семье семи палатинск не знаю как там назовите как хотите так давайте начнем кушать я пошел голодных с обед я сколько времени сейчас на часу час дня я влюбил лампу обалденная спасибо всем кто меня искал кто меня ждал кто не писал директ надежда где ау-ау я появился значит я переехал в астану уже как почти недели переехали мы очень в астану я прилетел приехал на поезде седьмого ноября правильно правильно вот завтра будет почти неделя как я живу в астане вообще знаете я хотел снять видео три дня подряд но что-то три дня подряд случалось то это то то в общем вот представьте есть приготовил что-то себе есть по ездили мама приготовила я включаю лампу и сажусь и что-то происходит там срочно надо куда-то ехать за за каким-то стройматериалов очень куда-то надо ехать тощи в общем три дня не получился снять видео хочу передать пламенный привет зрительницы индири индири который я встретил в автобусе вообще прикол того что расскажу в общем я поехал 12 месяцев это строительный магазин у нас поехал значит и сажусь в автобус автобусе разговариваю по телефону в автобусе как всегда много людей там неважно в семске или в астане и так смотрю на меня так подозрительно смотрит красивая девушка и такой знаете думал о как говорится в 30 лет только расцветаем все он так раз на меня посмотрит но я на нее посмотрю так так и разумка получается так получилось что мы с ней встали рядом так бать в автобусе стоит стоишь рядом все я нога типа здрасте вы мать ярко там типа я вас смотрю я думаю боже я просто майкл джексон нервно курит сторон он же покойно нельзя ним договорит в общем бьёнти бьёнти перевернулась джакузи кажется по сравнению с моей популярностью все и мы с ней там минуту наверное семь-восемь поговорили она сказала что смотрит мои видео в общем индира вам пламенный привет девушка мало того что еще творческая талантливая да еще и безумно красивая так что спасибо вам индира что меня смотрите вот в остановочем приехал я на поезде 7 числа это было воскресенье получается до этого мы отправили на газели свои вещи до мебель а нам она все дела я хотел заснять как бы влог то что вот реально не знаю как блогеры умудряются делать какие-то дела еще и снимать видео это просто нереально нереально ладно вы знаете дорогие мои зрители вот реально вот другие блогеры говорили своим зрителям ой я по вам так соскучился я думал ой пургу сидит чё гонит как можно соскучиться по тем людям которых ты никогда не видел это правда оказывается кстати вот я по вам соскучился я не снимал видео примерно шесть дней даже больше потому что 6-7 дней назад я выложил видео с племяшками тогда еще в семье был все-все-все как всегда вот вот прям реально соскучился представляете вот по вам по зрителям по вашим лайкам по вашим комментариям ой ссори за нос ссори 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 вот реально соскучился теперь я понимаю тех блогеров которые говорят что вот мы соскучились по своим зрителям до пока мебель занесли пока установили когда кстати заносили мебель я простудился как простудился какой-то ходил в куртке на своей зимней холике на город хожу 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 и мне жарко но я ее не снял я же не дурак я расстегнулся вот когда расстегивался видно простудился посмотреть возраст не тот какая кока-кола все-таки кайфа в астане ветер это постоянно состояние постоянное состояние астана вообще ветер задувает капец уже течет а мант мало до как вам моя локация ну буду в этой квартире искать новые места для съемок это как на я тоже сказал же когда переехал в семске новую квартиру и говорю все все буду здесь искать новую локацию и полтора года снимал на том же фоне со стабильность со стабильность как я не люблю эти переезды вот вы вы бы знали вообще такой человек знаете вот это плохо это плохо я знаю вот стабильность вот мне лишь бы было комфортно вот как он как душевное спокойствие вот я не как сказать незачем вот не гонюсь вот этот плохо моя черта такая что его так на те главное мне душевное спокойствие что был некий комфорт там да не было криво или чему мая самое главное чтобы не был душевный комфорт и там главное что было чистенько уютненько все и я пойму что это плохая черта что я не могу вернее как сказать не стараясь стремиться к лучшему в жизни понимаете это учитывая то что у меня вообще мало вещей ну все надеюсь что войду в рабочую колею буду снимать видео буду снимать рецепты в общем ребят поддержите меня пожалуйста лайком напишите коммент ну комент знать такой такой желательно но как сказать продолжительный да и пожалуйста смотрите видео до конца чтобы была глубина просмотра потому что я за все это время по ходу свою активность растерял в ю тубе там что какой-то алгоритм очень сложный короче когда ты часто снимаешь видео youtube тебя часто выбрасывает в качестве рекомендаций а когда ты снимаешь один раз там не знаю в две недели там или в неделю то меньше тебя выкидывать рекомендаций так что поддержите друзья мне лайком комментарием и просмотром значит когда я опубликовал у себя в инстаграм что я переехал в астану несколько человек спросили меня почему именно астана не алмата во первых тут у нас у мамы как бы работа туда в астане во вторых я сам астану не могу сказать что я прям люблю астану да астана мне нравится удобство вот эти все дела все-таки столица как ни крути поэтому выбрали астану алмата мне кажется она очень классно для отдыха вот именно для отдыха чтобы поехать на несколько недель там горы вся какая-то кольца скилла озера до помназвать вот такие дела но опять таки жизнь так не предсказуем может я через пару мукбангов буду там через пару лет записывать буду мукбанг в алмате и там другой стране жизнь настолько непредсказуемая ты не знаешь что будет с тобой завтра понимаете в общем вы мне напишите в комментариях что вообще интересно будет теперь смотреть я хочу немножко разнообразить свой контент контента не просто мы в банде а что-нибудь такое знаете влоги что-нибудь такое и покидайте мне тему для размышления домашний манты обалденные можете задать вопрос относительно квартиры тоже поставить следующем виде отметить ответить у меня в голове сейчас такая каша потому что я сам не ожидал что он переедет какое-то состояние у меня такое знаете когда все быстро происходит ты просто стоишь есть такое русское слово очень матершинное но я не буду его говорить как ты стоишь и офигеваешь вот так скажу иногда русский мат он такой знаете ничем его не заменишь как говорится слушайте а что я думал я сейчас буду вам на 2 часа тут все это рассказывать у меня манты заканчиваются понимаешь в общем самый главный минус у меня нет нормального интернета это очень большой минус а проводить его в общем в астане есть несколько интернет провайдеров всем нам известно хазахтериком что там еще билайн что-то еще что-то еще но так как этот новый дом новый здесь очень плохо ловит сеть и соответственно интернет тоже и мне сказали в кск что здесь интернет устанавливает многие транстелеком но чтобы его установить надо короче говоря чтобы кскшники кскшники сняли натяжной потолок в коридоре и через него провели шнур ну чтобы соответственно там транстелеком что провел я к ним обратился у меня чувствую я что я буду ждать 300 лет пока они потолочные потолок снимут натяжной потолок и шнур проведут а в соседнем доме живут наши родственники ну мамина родная сестренка и получается у нее интернет билайн вот я не знаю почему в следующем доме есть билайн хороший интернет а у нас нету не понимаю о ее сейчас подождите еще манты положу в общем положил три манты я же надо еще на ужина ставить понимаешь так что ребят пишите в комментариях что вы хотите видеть что вам понравилось как вам моя локация в общем дайте мне полную обратную связь я вас очень прошу мне важно услышать ваше мнение опять-таки без оскорблений без каких-то там осуждений и так далее кстати видели да что в ютубе закрыли этот кнопочку дизлайки то есть сейчас никто не может ну дизлайки могут наверное поставить но их вы будете не видеть не будете вернее видеть у меня как там ну теперь лампа теперь лампа прям мне очень пригодится потому что началась зима начнется уже зима будет темно мне прям лампа в самый раз вот я не пожалел что я взял еще в прошлом году она стоила я сейчас я вам скажу то ли 15 тысяч и не в общем я нашел сам по моему дешевый этот магазин вы сейчас по моему нету даже или есть причем очень не выручает хотя я снимал всего лишь пару раз с ней вот смотрите ребят я сейчас свой телефон установил на лампу на лампу как бы вот выше видите показывает вот как лучше как я снимал в семье его так чтобы еда была близко или так тоже хорошо вы мне напишите в комментариях ладно надеюсь сегодня видео выложу пойду к тете если на ними не выгонит постараюсь сегодня выложить видео так что ребята такие дела теперь я столичный парень парнишка за этим это же пока не осознал что я сюда переехал как будто я в семье климат потому что один тот же постараюсь потяще выходить прямые эфиры видео снимать в общем наелся в общем ребят жду от вас вопросов пишите звоните запишите письма шить и телеграм и ну что ребят я наелся прямо от души душевно в душу спасибо вам за вашу поддержку за ваши добрые слова что вы меня искали писали это безумно приятно да может так выразиться вот так что вот такие дела еще увидимся я прям наелся я вам наверное много чего-то сегодня не рассказал потому что у меня как я уже говорил в голове там сумбур мумбур поэтому напишите в комментариях ваши вопросы я постараюсь следующих видео на них ответить вот такие дела все еще увидимся пока пока пока